Здравствуйте, это Наше Здоровье. Я Виктория Комиссарова. Заболеваемость коронавирусом в России снова увеличилась. В Красноярске открывают дополнительные инфекционные госпитали. На днях вновь начал работать отдельный роддом для беременных с COVID-19. Еще несколько отделений готовы открыть на базе онкологического диспансера и глазного центра. О мерах противодействия второй волне сегодня в выпуске. Коронавирус, всплеск сезонных респираторных заболеваний и повышенная мнительность. Медики снова перегружены работой. Растет количество поступивших. Сейчас оно уже превышает, чем было в первую волну по весне, весна, лето. Медучреждение перепрофилирует свои отделения под лечение больных с COVID-19. За короткие сроки в течение трех дней нам было доно задание его переоборудовать под ковидные госпитали. Что если заболевших коронавирусной инфекцией станет еще больше? Готовы ли к такому развитию событий наши больницы? У нас 700 аппаратов ИВЛ, специально развернутые для оказания помощи. Сейчас ежедневно занято около 80 аппаратов ИВЛ. 2020-й раскололся на до и после. Люди разделились на тех, кто верит в ковид, и тех, кто верит в обман. Места разграничили на грязные и чистые зоны. И в целом у всех идет не черная или белая, а красная полоса. Но если взять себя в руки, не поддаваться панике и не устраивать показательных протестов, а просто посмотреть на ситуацию со стороны, то она выглядит так. Это крупнейший в крае инфекционный госпиталь. Он развернут на базе БСМП. Весной, когда все только начиналось, планировалось, что здесь будет 250 коек для самых тяжелых пациентов с ковид. Но к этому моменту госпиталь в БСМП разросся почти вдвое. Очень часто бывают, так скажем, заносы. То есть пациент, попадая с какой-то либо хирургической, либо травматологической, либо нейрохирургической патологией, попутно оказывается инфицирован ковид. То есть, оказав ему помощь, в том числе оперативную по его основному заболеванию, в дальнейшем мы еще вынуждены оказывать ему помощь для лечения ковид-инфекции. В этом случае мы в профильных отделениях создали такие блоки, которые отгорожены полностью от основного отделения. То есть там есть шлюз, есть герметичные перегородки. И эти пациенты с сопутствующим ковид находятся там. Около 500 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией только в одной красноярской больнице. В общем, по краю таких коекомест уже почти 4 тысячи. Организовываются, оснащаются и готовятся к открытию дополнительные инфекционные госпитали. Этот разворачивают в старом хирургическом корпусе онкодиспансера на Московской, 30. По иронии судьбы, ровно год назад здесь же мы снимали репортаж про сильных и красивых женщин с онкологией молочной железы. Это было нарядное отделение, украшенное портретами пациенток. Сейчас там, где были диваны, стоят каталки. Фотографии сняли. По нормативам противоэпидемиологической безопасности убрали вообще все. Конечно, это будет большая помощь для нашего онкологического диспансера, потому что у нас довольно-таки тяжелая тоже обстановка, эпид-обстановка заболевшим по ковиду. После операционного периода у нас много пациентов, которые требуют госпитализации именно в ковидные госпитали, к сожалению. И они будут, ну, по приоритету, в первую очередь сюда госпитализироваться. Тем не менее, то есть сто коек – это немалый объем, и в том числе мы будем помогать нашему городу и краю. Здесь будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией средней и легкой тяжести. Для этого больницу переоборудовали. В общих палатах каждой койке подвели кислород. В реанимационных залах установили резервные аппараты искусственной вентиляции легких. Для экстренной хирургической помощи выделили операционную. Для приемного отделения организовали отдельный вход. У нас зоны будут поделены. Это будет вот здесь, здесь перегородки еще нет. За спиной старшей медсестры человек замеряет дверь, чтобы по размеру изготовить таблички «Осторожно, ковид!». Эти знаки повесят на шлюзы, разделяющие больницу на чистые и грязные зоны. Сюда подвозят и выгружают коробки с защитными костюмами для персонала, дезинфицирующими средствами и всем, что необходимо для безопасной работы инфекционного госпиталя. Здесь заканчивают монтаж зон для дезинфекции. Оттуда будут выходить сотрудники из красной зоны. Вот здесь вот душевые кабины, здесь будут стоять баки для обеззараживания СИЗов, щитков, масок. Здесь они моются, здесь будут одеваться. Судя по тому, с какой скоростью разворачивают этот госпиталь, уровень угрозы у нас пока не снижается. «Если не будут удаваться, да, сдерживать рост госпитализации, и больницы будут заполняться, соответственно, так скажем, под завязку, кроме открытия дополнительных мощностей, конечно, будут усиливаться ограничительные мероприятия в крае. Причем не во всем крае, может быть, целиком, а в отдельных территориях края, где ситуация хуже, чем, допустим, в рядом расположенных территориях. Мы сейчас видим, что ситуация неравномерная. Например, в Норильске ситуация стабильная, в Красноярске ситуация уже достаточно сложная, в Ачинске, в Канске тоже минусинске сложная. То есть вот в этих территориях будут вводиться, возможно, дополнительные ограничительные мероприятия, которые бы препятствовали такому всплеску инфекции». О введении карантина министр здравоохранения пока говорит только гипотетически. Но подчеркивает, чтобы нас не закрыли дома, всем, а не только медикам, нужно сдерживать распространение инфекции. «Пора уже понять, что маска – это действительно действенное средство защиты от любой инфекции, которая передается воздушно-капельным путем». Даже если вы не верите в коронавирус, пусть для вас маска станет защитой от нападок общественности. Ведь заболеть можно не только от коронавируса, но и от стресса. Поберегите свои нервы и наденьте маску, чтобы ни с кем не ругаться. Тем более врачи говорят, что ее ношение здоровью не вредит. «Маска – она воздухопроницаема. Там не может скопиться, скажем, такое количество углекислогаза, которое может нанести вред. То есть она полностью проницаема для воздушной смеси как на выход, так и на вход». А теперь информация для родителей. Дети по-прежнему реже заражаются новой коронавирусной инфекцией, но все же иногда заболевают. Для них существуют детские инфекционные госпитали, оснащенные всем необходимым для проведения специализированной терапии. При этом плановая медицинская помощь маленьким пациентам оказывается в полном объеме. «Наряду с врачами-педиатрами-участковыми прием ведут все врачи-узкие специалисты. Работают все диагностические службы, рентген, УЗИ, функциональная диагностика, лаборатория. Мы проводим профилактические прививки, профилактические осмотры организованного и неорганизованного детства. То есть осуществляем работу в полном штатном режиме». И плановая помощь взрослому населению, несмотря на нынешний всплеск заражений коронавирусом, также продолжает работать. Время от времени то или иное отделение медучреждений, столкнувшись с коронавирусным больным, приостанавливает прием пациентов для дезинфекции, а затем вновь открывается. Что касается плановой хирургии, операции проводят. Однако теперь возникают ситуации, когда люди, опасаясь заразиться, сами отказываются от квоты, к примеру, на замену сустава. Но окончательное решение об отмене операции, особенно если пациент преклонного возраста, лучше принимать совместно с лечащим врачом. Он определит риск или отсутствие риска развития осложнений из-за отложенного хирургического лечения. «Плановая, конечно, помощь все равно уменьшилась. И до конца года она уменьшится. Но, соответственно, наша задача какая? Индивидуально подойти к каждому пациенту, понять, можно ли сместить или нет. И, соответственно, вот этот лист ожидания плановой помощи, даже если он в этом году не будет, какие-то операции сделаны, он пролонгируется на следующий год, и пациенты будут приглашены в тот период, когда уже полностью восстановится оказание помощи». Когда все встанет на свои места? Видимо, не скоро. Эпидемия закончится после того, как у нас сформируется популяционный иммунитет. Для этого переболеть должны 70% населения. К этому моменту переболело только процентов 20. Вакцинация должна ускорить этот процесс, пока прививки делают только медикам. Вакцина для населения появится, предположительно, в первом квартале будущего года. «Глубокий вдох и резкий выдох». Эти кадры нам предоставили врачи из ковид-госпиталя в БСМП, в котором, как мы уже говорили, лежат самые тяжелые пациенты. Как ни странно, некоторые горожане хотят оказаться на этих койках. Порой люди требуют, чтобы их госпитализировали. Однако для этого существуют четкие показания. «Это высокая температура, которая не снижается, то есть выше 38. Которая не снижается приемом противовспалительных жаропонижающих средств. Это признаки дыхательной недостаточности, то есть падение насыщения кислородом в крови ниже 95-94. Достаточно стойкое. Это признаки дыхательной недостаточности, такие как одышка, то есть число дыхательных движений более 30. Либо выраженный синдром интоксикационный, то есть падение давления, тошнота, слабость». Мнительности сезонный всплеск респираторных заболеваний увеличивает обращаемость пациентов. Однако даже частичное поражение легких не является однозначным показателем госпитализации. «У какого-то пациента при поражении 25%, то есть КТ-1, могут быть признаки вышеперечисленные, то есть дыхательные недостаточности, дикотермия. А у другого пациента при, скажем, 30% может всего этого и не быть. То есть мы смотрим на объективные показатели. Но картина, так скажем, при компьютерной томографии, конечно же, учитывается». Бесплатное тестирование на новую коронавирусную инфекцию можно сделать, обратившись в поликлинику или вызвав врача на дом. Но тест проведут только при наличии показаний. Показания к проведению теста определяет врач поликлиники. Самостоятельно, по желанию, бесплатное тестирование в рамках ОМС в настоящее время не предусмотрено. «Как вообще? Как вам?» «Ну, хорошо. Вот очень хорошо в последние два дня. Прям чувствуется динамика такая. И аппетит появился, главное». Даже самое тяжелое течение COVID-19 может постепенно выровняться и закончиться выздоровлением. О том, как лучше лечить, врачи ежедневно на протяжении полугода советуются самыми опытными специалистами ведущих краевых больниц. «И они обсуждают всех ковидных больных тяжелых. Вот я говорю, это ноу-хау только нашего Краснодарского края. Я тоже считаю, что, в общем, это нужно было осветить, как мы боролись с ковидом». Неотложная и экстренная помощь, как и прежде, оказывается повсеместно и без ограничений. В полном объеме работают федеральный кардиоцентр, онкологический диспансер и все крупные больницы. Прием пациентов ведут поликлиники и узкоспециализированные центры. Словом, оказание всех видов медицинской помощи восстановлено. Медучреждения продолжат свою работу и нас не закроют по домам, если сдержать распространение инфекции. Фактически только один человек может победить вторую волну. И этот человек – вы. Просто защитите себя. Это «Наше здоровье». На сегодня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин